при конфигурации хостов в нашей сети мы выделяли адреса статические естественно когда у нас хостов очень много будет выделять статические адреса становится крайне сложным для администратора поэтому для упрощения жизни мы решили в нашей сети настроить протокол dhcp протокол dhcp можно настроить на разном оборудовании в пакет трейсере его можно настраивать на юники типа сервер вот тут такая типа обманный dhcp естественного настройка нам мало интересно мы будем настраивать dhcp на маршрутизаторе dhcp dynamic host configuration протокол протокол самый простой что он делает он раздает на ip адреса хостам ну и дополнительно разные функции выполняет если у нас система мощная состоящая из dhcp днс это unix или windows то там между ними настраивается интеграция тут мы никакой интеграции настраивать не будем просто поставим сервер днс и сервер dhcp настроен на маршрутизаторе в пакет трейсер есть юниты сервера вот мы вв сервер поставили суть в том что тут можно настраивать разные сервисы на нем в части тут настроены серверы http http https и вот тут вот собственно лежат файлы которые будут просматриваться при подключении к этому серверу вот файл вот так вот выглядит тут есть dhcp tftp dns и так далее выделим отдельный сервер под днс это у нас будет днс сервер мы его подключим к коммутатору ко второму порту естественного подключаем прямым кабелем так выбрали второй порт единственный порт настроим айпи на этом сервере гейтв и у нас 10 128 нулевая сетка 1 и адрес соответственно 5 у него 10 128 0 5 и префикс 8 так вот и теперь настроим сервис днс ну тут достаточно просто мы его включили тут типы записи мы будем использовать записи типа нам других пока не нужно но тут как мы видим не удается задать домен поэтому придется имена писать прямо с доменом и так так вывы в данская рут н ру это адрес будет десять сто двадцать восемь ноль два файл файл 3 мэйл четвертый сервер добавили и днс пятый сервер вот собственно у нас записи для всех наших серверов настроим dhcp сервер консольный пароль и на ипл что у нас нужно для настройки dhcp сервера на им сервер у нас задается тут глобально на все на все сети dhcp значит дальше мы все разбиваем на пулы каждый пул это отдельная сеть dhcp в пуле пишем сеть роутер dns сервер и добавляем пул адреса которые не входят в этот пул то есть если мы обычно при настройке dhcp сервера задаем наоборот адреса которые входят в сеть то при настройке dhcp сервера на циске надо вводить адреса которые не входят в сеть итак ct зададим сначала на им сервер для самой циске c12805 а теперь начнем задавать пулы для этого начали включаем dhcp сервер и конфигурируем пул ip dhcp pool dk в пуле dk у нас сеть третья поэтому пишем нетворк нетворк 128 0 3 0 и ее префикс а после этого задаем dns сервер 10 128 0 5 и также мы должны задать дефолтный роутер для этого для этой сети и 10 128 3 1 вот эта вот информация будет выдаваться каждому хосту в сети кроме того на реальном маршрутизаторе на более мощном там еще можно другие опции выдавать ну тут у нас урезанный вариант можем посмотреть show ip dhcp pool вот у нас один пол от первого адреса до 254 у нас вырезаны адреса а именно у нас идут адреса под оборудование под сервера под статические адреса поэтому как я уже говорил эти диапазоны надо вырезать диапазоны вырезаются просто после команды conf t не надо в отдельный пул заходить ip dhcp exclude адрес тут у нас следующий вариант мы или один адрес пишем вырезается один адрес или пишем первый адрес диапазона и последний адрес диапазон тогда вырезается диапазон и там так нам нужно вырезать с 1 по 3 по 29 10 128 31 10 128 329 этот пул у нас под сервера и под оборудование и и верхний пул вырезается под принтеры под статические адреса и так далее с 200 по 254 записали шоу айпи дхцп пулу записали шоу айпи дхцп пулу вот у нас пул но с изъятием двух диапазонов из этого пулу теперь нам нужно сделать такие же пулы на все остальные сети я чтобы мне не делать это многократно набрал уже и просто скопирую и так вот это вот под кафедры под администрацию копируется средней кнопкой мыши правой кнопкой тут можно поист сделать если у вас windows записали все шоу конфиг вот у нас наши диапазоны шоу айпи дхцп пулу вот и наши пулу расписаны все значит по дхцп мы можем посмотреть информацию параллелью по конфликтам и по биндингам то есть какие адреса присвоены пока никаких значит наша схема подключения следующее у нас коммутатор подключен по транковым порту к маршрутизатору то есть маршрутизатор получает пакеты из всех валанов да и теперь у нас протокол находящийся на точке взаимодействия канального и сетевого уровней соответственно он рассылает информацию по поиску дхцп сервера на канальном уровне соответственно он может находить только в пределах своего валана то есть своего домена коллизий есть второй вариант подключения мы можем выделить отдельный сервер дхцп к этому серверу дхцп он будет иметь фиксированный адрес маршрутизатора опять же который роутит все ладно прописать что дхцп сервер находится в другом месте это маршрутизатор будет выполнять роль так называемого дхцп релея то есть получая запросы на дхцп он будет всех перенаправлять на дхцп сервер значит на этом маршрутизаторе мы не подняли порт под дхцп сервер это у нас второй порт надо поставить опять же план 3 access интерфейс F02 switchport mod access в LAN 3 в LAN 3 записали что ж у нас поднят сервер дхцп и мы попробуем сейчас сконфигурить и так у нас вот десктоп ipconfig это у нас статический адрес ipconfig all вот такая информация дальше мы тут настраиваем дхцп дхцп и вот видим что он подхватил адрес то же самое можно сделать на всех остальных компьютерах и они будут иметь адрес дхцп теперь теперь мы настроили наши адреса по дхцп по дхцп так же мы смотрим смотрим что у нас в качестве информации мы получили дефолтный gateway DNS сервер мы можем пропинговать пинг пинг донская роды ру так давайте мы пропинкуем 10 128 0 пошло DNS сервер 5 пропинговался проверим наш DNS сервер у в 10 в 13 в это вроде был ipconfig ты на сервер 5 все правильно вот наконец-то он кэш поднял странно он начнут давайте финальные точки уберем значит он их не отбрасывает считает частью имени вот так вот и как это мы можем использовать у нас есть веб-броузер мы тут набрали в в танцкая рода нру и вот то что у нас лежала на сервере как оказывается мы можем посмотреть каким образом происходит запрос dhcp адреса давайте вот так вот фильтр очистим и оставим только dhcp на фильтре тут сбросим адрес и обратно запросим да и степи вот сформировался у нас включим статический дтп у нас формировался пакет на запрос дтп с просматриваем как он работает то есть вот он проходит по второму уровню и доходит до дтп сервера на маршрутизаторе после этого маршрутизатор должен выслать ответ то есть он должен сформировать айпи адрес соответствующий данному мак адресу из своей базы и послать ответ вот пришел ответ и компьютер сообщает что он принял этот адрес вот так вот 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 после этого можно увидеть что он получил адрес вот так вот вот так вот вот Продолжение следует...